30 лет назад здесь был диспетчерский пункт трамвайно-троллейбусного управления. Здание находится в поселке Бажаново. Сегодня оно разрушено. Выбиты окна и провалена крыша. Жильцы близлежащих домов просят снести постройку. Стали вот трамвайные, троллейбусные диспетчера, водители ходить в туалет. Потому что им некуда. Я их понимаю как человек. Но пусть же и нас поймут. Вот мои окна 5 метров от этого туалета. Сколько можно это терпеть? Бомжи все у нас собирались. То были на доме, который развалился, а теперь они все собираются вечером у нас. Александр Мальцев рассказал, власти пытались снести этот пункт, но запретила прокуратура. Так как здание частное. Выяснить планы владельцев постройки мэр пообещал в ближайшее время. Проект они заканчивают. И как они пообещали, к весне следующего года они там будут строить небольшой магазин. Поэтому на этом ваканале должна закончиться. Все приходится, видите, отрывать обои, смывать как-то плесень. Пытаться высушивать квартиру. Татьяна Шапаренко пришла пожаловаться мэру на текущую крышу. За последние 5 лет женщина несколько раз делала ремонт в квартире. В такой ситуации еще несколько семей дома. Когда идет дождь, течет по стенам, угол начинает капать. Подставляем ведра в миски, потому что со всех 9 рожков течет. Ну и то, что еще за стенкой, конечно, мы подставить ничего, подложить не можем, потому что закрыта конструкция. Там пытались, я же говорю, сами как-то поставить гидробарьер, но все равно ничего не получилось. На улице 9 сентября, я понимаю, люди переживают. Месяц остался до начала отопительного сезона. Дожди идут. В этом году сделаем обязательно. То ноябрь, то декабрь. Теперь в этом году. Я вам завтра куплю лично 6 листов цифера и вас потребуют до конца этой недели его уложить. Вместе с оценковкой. До конца этой недели. На встречу с мэром побывало 10 горожан. Вопросы касались ремонта дворовых дорог, мусорных свалок и низкого напряжения. Те точечные вопросы, которые сегодня задавались, они будут в течение месяца полутора в обязательном порядке решены. Я ждал больше здесь проблем, больше вопросов, но ситуация такая, какая она есть на самом деле. Большую часть вопросов решили во время приема. Александр Блиников, Роман Громняк, Владимир Ребриков, Панорама.